доброго времени суток сегодня хочу вам показать сухпайок эстонской армии то есть индивидуальный рацион питания эстонского солдата рассчитаны на 24 часа здесь мы видим информацию рацион номер 4 рассчитан на 24 часа здесь идет перечень того что есть внутри на эстонском на английском языке также ниже идет энергетическая ценность вот мы видим что 3477 килокалорий дальше идет перечисление протеины то есть мелкие причем с точностью до 10 тысячных общий вес 1600 практически грамм использовать до 12 февраля 18 года немножко он покосан и конечно пока я увез что-то читается есть адрес для обратной связи если есть какие-то пожелания и прочие вопросы температура хранения 6 до 25 градусов и самое главное что здесь написано это перепродажа запрещена на эстонском и на английском языке так это номер 4 честно говоря больше 6 номера мне в руки не попадались где-то в интернете я видел вплоть до 8 номера ну в общем то здесь мы видим номер 4 и сейчас мы посмотрим что в этом пакете каждый пакет есть прорезь такая сама голову не ломать мы ею пользуемся и скрываем тут на этот пакет вот что мы видим внутри копченые шпроты томатном соусе 110 грамм собственно очень неплохо не пробовал ел дальше у нас идет что печенье 125 грамм содержание то что меня удивило то что-то пальмовое масло есть принципе она так неплохо его пожевать конечно много его выкидывалась потому что собственно многого не съешь такого печенья вот такие вот мысли которые заливаются холодной или горячей водой перемешать дать постоять 34 минуты есть прямо с пачки я не буду открывать собственно вот добавить воды и есть можно дальше идет кофе кофе в пакетике на один пак одно кофе и один чай так это у нас перловка с копченым мясом но честно говоря ее мало кто ел но в голодный год конечно и это пойдет на ура вот эти состав вода копченое мясо 20 процентов тангут не знаю штук там вот барли а ну собственно наверное сама перловка лук перец соль копченые какие-то приправы и е-250 добавка собственно 400 грамм соус из фарша с картофелем тоже 400 грамм это кстати очень неплохо вот так вот взять и подогреть его на на котелке прямо можно в принципе есть и холодным но я чаще всего подогревал это все дело принципе тирана россии продукты очень даже ничего так это у нас халва с рома со вкусом рома точнее 100 грамм в принципе она шла на ура и она была только в этом четвертом паке других было что-то другое так теперь шоколадка у нас идет кофеином из гуараны неплохой такой шоколад конечно надоедал когда в каждом паке он был поэтому шоколада вот собственно состав cornflakes там есть барли опять неплохо я мне могу сказать что она особо бодрила но принципе шоколадка и шоколадка очень даже неплохо описывалась так вот это я сейчас открою вам покажу это я сам удивился когда первый раз открыл это в общем-то хлеб темный из цельных зерен в хлеб написано содержит глютен возможно содержание молока сезама и других орешков это я вам открою покажу такой вот хлеб называется истиют эстонские силы кстати да заметили что все открывается с помощью без всяких ножей с помощью таких открывашек вот такой вот хлеб но спрессованные диски ну на вкус он я не знаю как как зерна такие вот жирные зерна спрессованы на него что-то мазать очень сложно что что ломается вот такой вот хлеб что у нас тут еще есть в каждом паке у нас идет куча сахара раз два три четыре четыре пачки сахара две вот такие вот дезинфицирующие спиртовые салфетки которые можно вытереть может быть посуду или руки или лицо да все что угодно можно вытереть ими здесь есть правильная но инструкция по правильной дезинфекции рук как нужно очень тщательно руки это все у нас ими и посуду чистили и все ну очень удобные штуки на самом деле следующее это у нас энергетический такой напиток который растворяется в воде тут написано что что тут написано что произведено в Германии для Дании вот собственно Energy Drinking Powder ну собственно состав сахар мальтодекстрин кислоты это у нас яблочная натриум цитрат ну хорошо одна химия соль и паприка экстракт в общем то одна химия на вкус они такие просто добавляется в пол литра воды вот такой вот пакетик и вода становится такая немножко сладкая можно сказать как какой-то сироп получается разбавленный я честно говоря не очень то ими баловался я сахара мало потребляю поэтому это так на любителя скажем так так вот еще одна у нас получается три что у нас там дальше идет сахар чай один очень мало честно говоря я люблю чая очень попить и когда сутки дают один пакетик чая приходится что-то выдумывать с кем-то меняться каким-то ингредиентами так спички это очень интересно в каждом паке лежит коробок спичек и причем на паке на этом написано сколько спичек сейчас я даже это найду для такого случая вот спички 12 штук в каждом паке ограниченное количество 12 штук должно быть в принципе хватает на сутки 12 спичек немножко перца санта-мария большинство его выкидывала наверное не любит просто причем на еду также две пачки сливок кофейных большинство их тоже выкидывала любители наоборот собирали тех кто выкидывали две пачки соли две пачки соли ну как бы блин для такого пакетик я думаю это многовато там все в принципе во всех этих рационах есть достаточное количество соли кто любит по соли также в каждом паке вот такой вот пакетик который хорошо закрывается в него можно складывать какие-то либо свои личные вещи либо остатки того что вы не не доели или же если будут выдавать нам в лесу теплую еду горячую можно просто надеть на котелок и не пачкать вот таким образом в принципе так некоторые и делали вот собственно двенадцати ой двадцати четыре двадцати четырех часовой рацион для эстонского солдата номер четыре в следующий раз мы рассмотрим другой рацион и так на этом все спасибо за внимание до новых встреч